Другим темам. Для владельцев мотороллеров, мотоциклов и так называемых статусных транспортных средств хотят увеличить налог. На заседании областного правительства это решение объяснили нехваткой средств в бюджете на социальные нужды. По словам экспертов, по карманам владельцев мопедов и снегоходов повышение налога ударить не должно. Если будут поддержаны новые ставки, то максимальная налоговая нагрузка на мотоциклы и мотороллеры мощностью до 20 лошадиных сил составит всего 200 рублей в расчете на год. На мотоциклы и мотороллеры, по которым мощность будет превышать 35 лошадиных сил, например, возьмем просто 35 лошадиных сил, годовой объем налога составит 1750 рублей. То есть даже по этим цифрам, я полагаю, вы все согласитесь, что это не та величина налоговой нагрузки, которую следует рассматривать как существенную на сегодняшний день. По данным регионального Минфина, ежегодные сборы после повышения ставок увеличатся на 80 миллионов рублей. В список техники, на которую предлагают повысить транспортный налог, вошли мотоциклы, мотороллеры, яхты, катера, снегоходы, мотосани, парусные средства и воздушные суда. Отмечу, что в соответствии с федеральным законодательством власти регионов правят самостоятельно определять повышающие коэффициенты транспортного налога. В Новосибирской области эти коэффициенты самые низкие по сибирскому федеральному округу. Субтитры создавал DimaTorzok